Работа в этом небольшом цехе на базе территориального общественного самоуправления Кряж не останавливалась ни на день с октября прошлого года. Здесь трудятся непрофессиональные швеи и закройщики. Эти люди всему учились самостоятельно. Приобретенных навыков уже хватает для того, чтобы оказать посильную помощь бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО. Неравнодушные жители Куйбышевского района сами решили организовать пошив одежды. Одни принесли материал, другие инструменты. С ремонтом помещения помогла местная управляющая компания. С миру по нитке в общем собирали, принесли с дома швейные машинки, ткани, кто-то пряжу, кто-то еще что-то, нитки. И в итоге у нас образовался такой сначала мини-цех, который превратил сейчас большое такое движение, которое мы назвали «Ждем домой». За несколько месяцев работы цеха волонтеры пошили и отправили на передовую более 10 тысяч единиц различной экипировки и одежды. Это и маскировочные халаты, и балаклавы, нательное и термобелье, тактические носилки и многое другое. Наталья Незамеддинова у мастерской единственная швея с опытом, поэтому и взяла шефство над остальными коллегами. Даже, скажем так, с первого дня у них получается, они садятся за машинки, мы их учим прямым строчком, а потом уже отшивают, уже все. Теперь дело точно боится мастеров. Это для тепла. Пожалуйста, можно так. Можно просто как снут. Активисты Тоскряж показали главе города, в каких условиях сейчас работают, и попросили оказать содействие в покупке новой техники и ремонте большего помещения, которое выделили под нужды цеха. Прежнего пространства перестало хватать, когда штат увеличился, и жители района начали приносить гуманитарную помощь коробками. Посмотрели помещение, вот это помещение мы дополнительно даем для развития этого волонтерского движения, поможем им с ремонтом, о чем девочки просили, с фурнитурой, с тканями, и, конечно, машинки тоже будем изыскивать возможность, чтобы у них в этом задержке не было. Также Елена Лапушкина пообещала помочь работникам договориться с поставщиком об обеспечении цеха новой техникой. Ольга Павлова, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.